Владимир Владимиров потребовал еще раз проверить готовность общественного транспорта и спецтехники к зиме. Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале. Также руководству региональных профильных министерств и ведомств Владимиров поручил держать на личном контроле качество снабжения ресурсами подведомственных организаций, а дорожникам в постоянном режиме мониторить ситуацию на автодорогах с учетом погодных условий. Кроме того, глава края отметил, что важно оперативно реагировать на сообщения жителей о возникающих проблемах. Для этого работают передвижные котельные и резервные источники электроснабжения. Создан аварийный запас материалов. В шестой школе поселка Нежинского в следующем году откроют точку роста. В образовательном центре будут изучать предметы естественно-научной и технологической направленности, сообщили в региональном министерстве образования. Помещение отремонтируют, а позже закупят современное оборудование. Работы проведут по нацпроекту образования. Завершился капитальный ремонт 10-километрового участка трассы Красногвардейская-Покровская. На отрезке обновили покрытие проезжей частью, укрепили обочины, установили знаки и нанесли свежую разметку, сообщили в региональном Миндоре. Работы провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В хуторе Верхний и Горлыкском капитально отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт. Здание обновили внутреннюю отделку, заменили кровлю и двери, сообщили в региональном Минздраве. Также установили медицинское оборудование. Работы провели по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения.